Так, всем привет! Сегодня начинаем восьмой урок итальянского. Значит, для начала давайте разберем глагол «partire», что переводится как «отбывать». Значит, «io» – «parto», «tu» – «parti», «lui» – «lei» – «parte», «noi» – «partiamo», «voi» – «partite», «loro» – «partono». «Loro» – «partono». Так он спрягается в настоящее время. «Я отбываю завтра». По-итальянски будет «parto domani», «parto domani», «в котором часу вы отбываете», «acche ora parte», «acche ora parte», «в котором часу вы отбываете». «Следующая неделя» по-итальянски будет «la settimana prossima», «la settimana prossima», «в котором часу вы отбываете на следующей неделе». «Ache ora parte la settimana prossima», «acche ora parte la settimana prossima». Смотрим дальше. «Идти» по-итальянски будет «venire», вспомним, да? «Почему вы не можете пойти со мной прямо сейчас?» «Perché non può venire con me adesso?» «Я иду есть». По-итальянски будет «vado a mangiare», «vado a mangiare». «Он идет есть», ну или «она идет есть», «va a mangiare», «va a mangiare». «Ты идешь есть», по-итальянски будет «vai a mangiare», «tu vai a mangiare». «Почему вы не можете пойти посмотреть на это со мной сейчас?» «Perché non può venire a vederlo con me adesso?» «Пойти посмотреть на это», это как раз будет «venire a vederlo». «Perché non può venire a vederlo con me adesso?» Так, смотрим дальше. «Быть должным», да? «Быть должным», «быть обязанным». По-итальянски будет «dove re». «Dove re». И смотрим, как ведет себя этот глагол в настоящем времени. «Io devo», «lei deve», «tu devi», «lui lei deve», «noi dobbiamo», «voi dovete», «loro devono». «Loro devono». «Ты должен пойти со мной». «Devi venire con me». «Tu devi venire con me». То есть ты должен или ты должна пойти со мной. «Ждать». По-итальянски будет «aspetare». «Понимать» будет «copire». «Понимать меня». «Понять меня». По-итальянски будет «copirmi». «Сказать». По-итальянски инфинитив будет «dire». «Сказать это». «Dirlo». Я не могу сказать это на итальянском. «Non posso dirlo in italiano». «Non posso dirlo in italiano». «Для меня». По-итальянски будет «per me». «Со мной». «Con me». «Con me». По-итальянски. «Хочет». То есть третье лицо, единственное число. «Он», «она» или «это хочет». «Воле». Также очень часто используется сокращение «вол». «Вол». «Что это означает?» «Cosa vuldire». То есть что это означает? «Que cosa vuldire?» «Что это хочет сказать?» «Ты можешь мне сказать?» По-итальянски будет «poi dirmi». «Poi dirmi». «Ты можешь мне это сказать?» «Вы можете сказать мне, где это?» «Потому что я не могу это найти?» «Vol dirmi dove?» «Perque non posso trovarlo». Или «Po dirmi dove?» «Perque non posso trovarlo». «У меня это есть?» «Ло». 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 То есть я это имею. Или «у меня этого нет?» «Non lo». Также очень часто используется. «У меня это есть?» «Чело». «Чело». «Я хочу это иметь». Или «Я хочу, чтобы у меня это было». «Vol yo averlo». «Vol yo averlo». То есть как раз «я хочу» будет «вол yo». Да, вспомним, да? «Я это хочу». «Lo vol yo». «Lo vol yo». Или «Я не хочу, чтобы у меня это было сейчас». «Non lo vol yo adesso». «Я не хочу, чтобы у меня это было прямо сейчас». «Non lo vol yo adesso». Так, на сегодня пока всё и услышимся в следующих уроках. Пока.